О Шокшинском кинофестивале, который стартует уже завтра, мы поговорим с заместителем начальника управления по культуре и архивному делу Алексеем Бочаровым. Здравствуйте! Добрый день! Расскажите, по какому принципу формируют список фильмов участников фестиваля? Ну, концепция у нас нетрадиционная, скажем так. Традиционно раньше программу кинофестиваля формировали представители местного кино, скажем так. В этом году мы решили поработать с московским киноведом Ириной Измаевой, членом Союза кинетографистов России. И программа получилась, на мой взгляд, несколько более профессиональной. Во-первых, с учетом того, что Ирина постоянно находится в центре событий, знает новые проекты, у нас получилась очень фестивальная заявка, в которую вошли 9 картин. В общем, картины совершенно разноплановые. Есть и комедия, есть и мелодрамы, есть и социодрамы. Но с учетом направленности фильмов, с учетом девиза кинофестиваля «Нравственность есть правда», они, тем не менее, все отвечают на один и тот же вопрос. Что такое хорошо и что такое плохо? Но это все премьерные картины? Нет. Вообще, премьерный показ в рамках кинофестиваля – это тот бонус, за который воюют все крупные кинофестивали. И поэтому, разумеется, нам сложно соперничать с кинотавром, с киношоком, с «Окном Европы» и так далее. Тем не менее, у нас в этом году одна премьера будет, и это впервые вообще будет в истории Шукшинского кинофестиваля, насколько я знаю, если не ошибаюсь, что будет премьерный показ. Это фильм Гаррика Сукачева как раз, с рабочим названием «Алтайская песня», с фактическим «То, что во мне», насколько я знаю, фильм Гаррика решил назвать так. Каким фильмом откроется фестиваль и почему выбрали именно эту картину? Фильм «Открытие кинофестиваля» – это фильм нашего председателя жюри Виктор Ивановича Мережко. Продюсером этой картины выступил еще один член жюри Чижиков, наш земляк из города Рубцовска, кстати говоря, родом. Этот фильм вне конкурсный, он был предложен самими авторами. Это интересное социальное кино о социальной проблематике. Фильм называется «Не ждали». И сам фильм будет представлен сразу после церемонии открытия в Крайвом театре драмы, представлен авторами. Вот так, надеемся, это будет интересно. – Площадки для показов фильмов в этом году традиционные или есть новые кинозалы, так скажем? – Мы в этом году решили поменять подход к кинопоказу в рамках кинофестиваля и обусловлено это огромным желанием сделать больше кино. – Соответственно, все кинопоказы пройдут в кинотеатрах. Это если говорить о Барнауле. Кроме того, мы подключаем также и ранее неиспользованные площадки. Вы знаете, что в Поспелихе открыли кинозал новый. Там также будет показана программа кинофестиваля. Программа короткого метра будет показана в Быстром истоке, на площадке нового культурно-досугого центра. Будут показаны члены в Белокурихе, в киноконцертных залах-санаториев. Будут показаны члены в Сросках. – То есть больше площадок получается? – География растет и надеемся, что она будет расти и в дальнейшем с открытием новых кинозалов в той же Колынде, в Змейногорске, в Славгороде, там где открывается. Мы обязательно будем их включать. – Вы на какие картины посоветовали бы сходить? – Я бы советовал сходить на все картины, но это невозможно, потому что некоторые идут в одно время. Вы знаете, мы впервые в этом году сделали такой ощутимый акцент на региональное кино. – Это действительно интересно. Сейчас в регионах снимают то, что не снимают в столицах. В регионах, может быть, нет столько денег на спецэффекты, там снимают больше о людях, о жизни. И замечательный будет фильм «Его дочь» Якутский. На мой взгляд, это один из самых интересных фильмов. Замечательный фильм «Неотословенные письма» из Уфы пришел к нам. Опять же, очень интересное кино. Не стоит догнаться за громкими названиями, благо у нас оно только одно в этом году, время первых фильмов, которые шел в прокате. Остальное все очень и очень интересно. – В прошлом году впервые показали короткометражные фильмы в рамках Шукшинского кинофестиваля. А в этом году это уже основательная программа. Как пройдет? – В этом году подход кардинально изменился. Во-первых, площадка будет открытая. Это парк «Спорт Алексея Смертина». 19 и 20 числа с 19.00 будут показаны 26 конкурсных фильмов. Более чем 100 заявок было из разных стран мира. В этом году у нас заявки в короткий метр в шорт-лист, в основную программу попали и из Белоруссии, и из Италии, и из Испании. То есть это очень серьезный действительно проект. – Не забываем о том, что фестиваль – это все же конкурс. Когда подводим итоги? – Из всех, конечно, ждем на пикете. Программа на пикете интереснейшая в этом году. Она с 10 утра и до 10 вечера. Там будет и с 4 часов дня, и за подведение итогов кинофестиваля. С 18.00 концерт для ваша пира и друзья. С 20.00 Гарик представит свой фильм. Будет громко, будет интересно, будет на что посмотреть. Ну а я напомню, что о Шукшинском кинофестивале, который стартует уже завтра, мы говорили с заместителем начальника управления по культуре и архивному делу Алексеем Бочаровым.